Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проект пришли две новенькие участницы. Девочки на поляне встретили их с хлебом и солью. Первая девушка, Алиса из Краснодара, ей 19 лет, пришла к Ване Барзикову. Это Настя из Самары, ей 20 лет, выделяет Валеру Блеменкранца. Обе девушки остались на проекте, а на рокировке ушла Руслана Мишина. Семен Фролов не составил ей компанию. Руслана пишет. Ну вот и все, я сама покинула Дома-2. Дело не в Семене, а во мне. Скорее в моей голове. Хочу навести в ней порядок. Я думаю, что мне стоит морально отдохнуть. Вот некоторые комментарии фанатов проекта. Не переживайте за Русю, ее Должанский в обиду не даст. Еще на Олимпе с ним посидит и в круиз, и по клубам. Руся была нужна организаторам такая, какая она пришла. Драчунья испорщится. И вот Руся стала меняться ради большой любви. Менялась-менялась в лучшую сторону и вот результат. У Марины Африкантова радость, у нее 1 миллион подписчиков в инстаграме. Я очень рада, что вы со мной. Спасибо, что вы меня поддерживаете, мне подсказываете и участвуете в моей жизни. Уверена, что вы все добрые, отзывчивые и положительные люди. Ведь подобное тянется к подобному. Андрей Чуев устроил для Марины еще один романтик. Они отдохнули в спа-салоне. Андрей уже подготовил участок в начало строительства. Он справился за 4 дня. Пока собаки лают, пишет Чуев, наш караван уверенно направляется вперед. Приступаем к разбивке фундаментов и отсыпке дорожного покрытия на самом участке. Андрей обижен на Марину, что она не верила в него. Он написал, очень легко доверять, когда все хорошо, когда все идет как по маслу. Но когда ты в начале пути и впереди сложности, большинство находят массу доводов и обвинений в твой адрес, вместо того, чтобы предложить помощь. Верьте друг в друга. Саше Харитоновой захотелось экстрима и острых ощущений, поэтому она отправилась на аэродром и совершила прыжок с парашютом. Мне не было страшно, я не кричала, не закрывала глаза, а наблюдала, как рассеиваются под ногами облака, как земля увеличивается и ты паришь, как птица. На проектном суде разбирали дело Валеры Блюменкранца по иску Таты Абрамсон. Девушка обвинила его в порче репутации, в ревности и в агрессии в ее сторону. Стало известно, что одним из участников нового шоу на Сейшелах будет Ваня Барзиков. Его бывшая возлюбленная Маргарита тоже прошла кастинг и присоединится к другим 11 девушкам. Они будут бороться на острове любви за двух парней и за миллион. В конкурсе «Тролль года» уверенно лидирует Саша Гозиас. На втором месте Семен Фролов. А в конкурсе «Лопух» кода лидирует Ольга Рапунцель. Вот предварительные результаты голосования. Саша Гозиас уехала домой и проводит время с семьей. Когда я приезжаю домой, то стараюсь больше времени проводить с семьей. Я наслаждаюсь, ведь дороже семьи нет ничего. Илья Коротков поздравил себя и Сашу с годовщиной свадьбы. А так как Гозиас находится сейчас в родном Балтийске, то вполне возможно, что Кратков поздравил ее не только в соцсети, но и лично. С годовщиной свадьбы нас, Александра. Главное – оставаться всегда в хороших отношениях, несмотря ни на что. Вика Боням в своем видеоблоге будет не только показывать, как правильно красить брови или накручивать волосы, но еще и раскроет все секреты обольщения мужчин. Она расскажет о самых больших ошибках девушек на свидании и поведает, как же сделать так, чтобы нужный мужчина попался на крючок. Уроки Бонни обещают стать очень популярными. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.